Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня о работе, о том, как уйти с нелюбимой работы и начать свое дело. На самом деле, наверное, каждый человек сталкивается с такой вещью, выбирать что? Работать за деньги, да, либо начать свое дело и делать то, что больше по душе. Возможно, это будет даже сложнее, но это будет приносить больше такого удовлетворения. То есть, скорее даже не удовлетворение, когда чувствуешь, что делаешь то, что тебе действительно нравится. Потому что часто люди идут на работу ради денег. Не потому что им нравится, например, сидеть в офисе, работать за компьютером, или, не знаю, работать экспедитором, работать даже на государственной службе. То есть, почему люди туда идут? Потому что они хотят какого-то стабильного заработка, чтобы им, к примеру, платили определенную сумму в месяц, они не задумывались о том, что им надо что-то, ну, не знаю, там, свое делать, да, то есть, рисковать, возможно. Вот, то есть, вот тут важный момент. То есть, что ты выбираешь? То есть, возможно, рискнуть, но делать то, что тебе нравится. Либо делать то, что делают все просто на работе. Вот тут тоже есть на работе, конечно же, повышение зарплаты, карьерный рост и так далее. Но это все о другом. Тут важно, чувствуешь ли ты, что ты делаешь то, что тебе по душе. Вот я выбрал путь делать то, что по душе, то есть, делать свое дело. Почему? Потому что, ну, жить просто, как, например, обычные люди, было, ну, скажем так, неинтересно, да? Почему? Потому что это не приносит радости, какой-то вот такого удовольствия, удовлетворенности жизнью. То есть, мне нравится делать то, что приносит счастье мне и другим людям. И поэтому я основал Академию счастья. Я сделал это, потому что я увидел, что технология осознанности, она работает. То есть, она помогает человеку стать лучше. И поэтому я выбрал путь делать то, что действительно приносит радость, пользу, приносит освобождение каждому человеку. И так, я уверен, может сделать каждый. То есть, мы приходим в то время, когда человеку, по сути, не обязательно выполнять какую-то физическую работу. Скоро это все будут делать роботы. Человеку же очень важно делать то, что ему по душе. То есть, это может быть что угодно. Это может быть какое-то творчество в виде живописи, пения, рисования. Может быть, это сочинение музыки или пение песен. Все что угодно. Но на самом деле таких вещей очень много. То есть, человек может, например, ему нравится, там, не знаю, изготавливать какие-то модели, да? Или, может быть, ему нравится изучение самолетов, кораблей. То есть, все что угодно. Человеку может нравиться очень-очень многие вещи. Но зачастую мы выбираем что-то материальное. То есть, мы хотим, а, я же, например, должен, там, ну, кормить себя, семью, там, должен, не знаю, там, еще что-то делать. Помогать близким, родным. То есть, вот такой вот материальный капкан. Как было, по сути, раньше. То есть, человек сам обеспечивал себя. То есть, он жил на земле. У него было, там, свое, ну, скажем так, домашнее хозяйство. То есть, он мог выращивать себе определенные, там, деревья, растения, да? У него были какие-то, там, домашние животные. То есть, человек жил, по сути, на самообеспечении. Сейчас же мы оторваны от этого. Оторваны от природы. Ну, я имею в виду тех людей, которые живут в городах. А таких уже большинство. И, то есть, мы, получается, привязаны к тому, что мы должны зарабатывать деньги. То есть, по сути, работать как рабы, да? То есть, раньше рабы, конечно, не имели прав. Сейчас люди имеют больше прав. Но все равно все это осталось. То есть, узаконенное рабство в виде работы. Человек должен определенное время пробыть на работе. Получить какую-то зарплату, которой зачастую хватает, ну, ненамного, да? Ну, и, по сути, вот таким образом строится вся жизнь. То есть, человек остается неудовлетворенным. Поэтому очень важно понять, чего вы хотите. Посмотрите, запишите на листике. То есть, просто помедитируйте на этом. Запишите на листике основные вещи, которые вам нравятся. И выделите самое важное, что есть в вашей жизни. И начните делать это. Это можно начать делать, совмещая с вашей деятельностью, которую вы делаете сейчас. И постепенно, постепенно, когда это начнет приносить все больше и больше дохода, вы сможете оставить вашу работу и начать заниматься вашим любимым делом. То есть, просто посмотрите, что для вас важнее в жизни. Возможно, ваш, ну, скажем так, материальный достаток возрастет, когда вы начнете заниматься любимым делом. Да, это будет, возможно, не сразу, а постепенно. Но вы будете, ну, скажем так, довольны. Вы будете довольны, потому что вы занимаетесь то, что вам нравится. Это смелость, это решительность, это уверенность в себе. То есть, вы будете делать то, что действительно приносит радость, пользу и удовольствие. Конечно, я, ну, скажем так, не могу вам сказать, что для вас будет важным, но могу помочь в этом, потому что я провожу процесс счастья и помогаю человеку выявить те вещи, которые для него действительно важны, а не важные у братьев жизни. Это проработка того заряда, который накопился в жизни у человека и выяснение для него, что важно, а что нет. И таким образом человек действительно открывает себя и помогает найти у себя то, как бы его предназначение, которое он может выполнять наилучшим образом. У каждого это что-то свое, и я уверен, что вы тоже сможете открыть свое предназначение. Если вам это интересно, то пишите мне в любом мессенджере, все мои контакты будут указаны под этим видео, и мы пообщаемся с вами. Я проведу бесплатную консультацию, где мы сможем найти то, что для вас будет оптимальным, то, что будет для вас наилучшим, ну, скажем так, помогать по жизни и вести вас. И, конечно же, следуйте своей стратегии и авторитету. Это поможет вам в том, чтобы действительно находить своих людей и взаимодействовать корректно с каждым по жизни. Если это видео вам было ценным, полезным, понравилось, поставьте отметку «Нравится», это палец вверх справа, колокольчик для напоминания о новых видео. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь на него и поделитесь этим видео со своими близкими и друзьями в любой соцсети. Я вам желаю счастья, осознанности, и мы увидимся скоро в следующем видео. До скорой встречи!